Всем большой привет, и вы никогда не угадаете, что у меня сейчас есть. Да, мне прислали первую пиар-рассылку. Самое забавное, что два года назад в Твиттере я пошутил, что завёл бьюти-блог ради рассылок бесплатной косметики. Ну, конечно, в каждой шутке есть доля правды, но тогда мой знакомый мне ответил, «Ну, я не думаю, что до этого дойдёт». Так вот, дошло. И тогда я поклялся себе, что первый бренд, который пришлёт мне пиар-рассылку, он будет занимать в моём сердечке особое место. Да, месяц назад со мной связался менеджер Сергей Острикова. Тоже Сергей, надеюсь, они берут людей с другими именами на работу. И они предложили мне выслать продукты. Они не просили ни обзора, ни пиар, ни рекламу. Они просто предложили выслать продукты. Так что для них это видео такое же будет, в общем-то, и неожиданное. Кстати, мне хотелось бы замолвить словечко о Сберлогистике. Посылку доставляет Сберлогистикой сюда месяц. Из Москвы и Алдивосток посылки действительно идут долго. Но обычно это две недели, если отправлять почтой России. Но Сберлогистика справилась аж за месяц. Однако меня поразило не это. Меня поразило то, что они посылку завернули в бумагу с распечаткой внутренней переписки. Я сейчас здесь закрою пальцами. И вы можете увидеть, что это распечатка, которую один менеджер писал другому про палеты. И здесь перечислен список трекингов, список городов, вес посылок и содержимое посылок, которые шли в одной палете с моей посылкой. И здесь имена всех менеджеров тоже перечислены. Все номера телефонов. Короче, это что-то новенькое. Пара слов о Сергее Острикове. Сергей Остриков – это предприниматель, соответственно. Он основатель компании Остриков Beauty Publishing. Кроме того, он имеет прямое отношение к таким брендам, которые вы наверняка знаете. Hello Beauty и патчи для кожи вокруг глаз Bloom. Но самое главное, ну по крайней мере для меня самое главное, это то, что Сергей является бьюти-блогером с многолетним стажем. Да, я думаю, что он как никто другой понимает проблемы маленьких бьюти-блогеров. Особенно если вы мужчина и рассказываете о косметике. Вообще, конечно, забавно то, что ты не первый бренд, который со мной связался и предложил выслать пиар. Тот бренд, который со мной связался впервые, по-моему, это было в начале февраля. Они взяли адрес, но в итоге так и ничего не прислали. Ну что ж, я помню. Я не злопамятный, просто помню всех, кто в меня не верил. И мы потом как-нибудь... Я куплю продукцию этого бренда, и мы посмотрим, чего они испугались. Ладно, давайте вскрывать уже. Я знаю, я, кажется, я знаю, что там за средства. И здесь должно быть всего два средства. Потому что, на самом деле, у них такая необычная немного линейка для запуска. По-моему, у них есть мусс-кондиционер для волос, спрей для тела с запахом чистоты. Камон, запах чистоты для меня. Я люблю, чтобы парфюм был такой, знаете, как потный халат Маджахеды, что вот так вот пахло. Поэтому я такого продукта, наверное, не смог использовать. И у них паста для волос. В общем-то, такими продуктами я не пользуюсь. Поэтому, когда менеджер спросил, что будет лучше прислать, то вот, в общем-то, здесь оказались эти продукты. Да, вот такие здесь были два продукта. Это гель для душа, просто огромный гель для душа с запахом юдзу. И сыворотка для кожи вокруг глаз. Вот это вообще очень кстати, потому что у меня закончилось средство для кожи вокруг глаз. А я недавно вышел на работу и работать пятидневку с авиа. Сами понимаете, как тяжело вставать утром. Поэтому кожа под глазами у меня сейчас вообще грустная. В общем, у меня большая надежда на это средство. Ладно, давайте посмотрим поближе. Гель для душа просто в какой-то огромной упаковке. На самом деле пол-литра, мне кажется, хватит очень надолго. И он такого приятного, очень зеленого цвета. Я подозреваю, что здесь именно такой зеленый юдзу, да. Аромат очень приятный. Да, он действительно напоминает аромат зеленого юдзу. И я прошу прощения, у меня почему-то от этого аромата начинает течь слюна. Ужас. Да, это очень странно. У меня от этого аромата почему-то начинает вырабатываться слюна во рту. Я просто очень люблю юдзу. Я больше люблю желтые юдзу, чем зеленые. Но запах мне, в принципе, в обоих случаях очень приятен. В общем, будет очень интересно попробовать. Выглядит очень-очень классно, очень здорово. Аромат очень приятный. У этого бренда, кстати, есть интересная особенность. Дело в том, что они на каждом флаконе указывают имя автора формулы. Что само по себе очень необычно. И концепция в том, что, в общем-то, формула, формула космического средства, она уникальна. И за ней стоит человек. И она имеет такой же интеллектуальный, является таким же интеллектуальным произведением, как, например, картина, книга и так далее. Если так подумать, то, в общем-то, да. Потому что парфюмерия, например, мы прекрасно знаем, кто автор каждого парфюма. Все парфюмы у них есть автор. Так называемый, по-моему, это правильно нос называется. В общем, тот человек, который составляет парфюмерную композицию, их имена хорошо известны. А почему-то с косметикой получается не так. И, в общем, они пытаются острико бьюти-паблишинг, пытаются это исправить. Это очень интересная концепция. Следующее средство – это сыворотка для кожи вокруг глаз с айлайтер. Против темных кругов и мешков под глазами. В общем, она должна осветлять, освежать кожу вокруг глаз. Здесь действительно много очень интересных компонентов, много полезных компонентов. Здесь, например, на четвертом месте стоит кофеин. Концентрация, к сожалению, не указана. Но на четвертом месте, значит, концентрация достаточно высокая. Здесь есть пептиды, здесь есть экстракт зеленого кофе, есть элементы натурального увлажняющего фактора, включая мочевину. Есть неоцинамид. Вообще, в целом, очень интересный состав. И даже есть некая неизвестная мне молекула зерумбон. В общем, полученная из сверхкритического экстракта дикого имбиря. В общем, что-то очень интересное, наверняка. Сама по себе сыворотка, она в таком находится... Я ее уже вскрывал. Почему-то очень сложно открывается коробка. А, сама по себе сыворотка, она упакована в такой плотный картон. Внутри еще вставлен слой плотного картона. И она находится в стеклянном... Да, в таком флаконе из матового стекла с пипеткой и контролем первого вскрытия. Сейчас первое вскрытие произойдет. О, какая она густая, мамочки. Воу, прям очень насыщенная. Да, у нее прям такая очень насыщенная, но хорошо растекающаяся формула. Однако, несмотря на свою такую насыщенную текстуру, сыворотка достаточно хорошо впитывается. Вообще, я очень люблю сыворотки с кофеином, потому что кофеин не только благотворно влияет на кожу вокруг глаз, но еще является хорошим антиоксидантом. Кстати, обратите внимание, что производители рекомендуют ее после вскрытия хранить в холодильнике. У нее практически отсутствует какой-либо аромат, и сама по себе она выглядит такой очень насыщенной и увлажняющей. Здесь всего 15 мл. На самом деле, 15 мл для сыворотки для кожи вокруг глаз – это надолго. Это реально надолго. У меня была сыворотка The Ordinary с кофеином, тоже для кожи вокруг глаз. И она так долго у меня просто была, 30 мл, что я ее использовал на все лицо, и даже используя на все лицо, ее использовал очень долго. В общем, у меня, конечно, большие надежды на эту сыворотку. Надеюсь, что она поможет мне улучшить кожу вокруг глаз. Ну что ж, на этом все. Большое спасибо команде Остриков Бьюти Паблишинг за то, что прислали мне эти продукты. И хотелось бы увидеть еще в вашей линейке больше продуктов для лица. Также, конечно, хочется поблагодарить своих подписчиков. Без ваших лайков, комментариев и просмотров у меня бы никогда не было рассылок. Большое вам спасибо, что доверяете и смотрите мои видео. Спасибо, что провели со мной это время. И до встречи в следующем видео. Пока.